В Москве продолжается ежегодный благотворительный 19-й по счету кинофестиваль «Лучезарный ангел». Он проходит в кинотеатре «Октябрь» на Новом Арбате. Кинофестиваль организован под патронатом президента Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведевой. Духовным попечителем его является святейший патриарх московский в Сеяруси Кирилл, рассказывает Эльвира Гордеева. Они сеют разумное, доброе, вечное. Сразу 400 кинолент в этом году принимают участие в фестивальной программе «Лучезарного ангела». В жюри фестиваля были присланы киноленты из 20 стран, в том числе из Великобритании, Белоруссии, Боснии и Герцеговины, Греции, Израиля, Ирана, Италии и других стран. К просмотру отборочной комиссии было допущено 131 кинолента. В конкурсную программу фестиваля вошли 93 картины, в том числе 27 дебютных работ. Фестиваль является приоритетным проектом национальной программы «Духовно-нравственная культура подрастающего поколения России». В этом году программа состоит из четырех элементов работы жюри, которые оценивают. Это полнометражные художественные фильмы, короткометражные мультики, мультфильмы и документальные фильмы. Ну и наш фестиваль единственный, у которого существует своя отборочная комиссия. По словам организаторов, на «Лучезарный ангел» попадают только те картины, которые способны духовно обогащать и воспитывать. Так что этот конкурс о вечных ценностях и для семейного просмотра. В течение 10 лет генеральным директором фестиваля является игумен Киприан Ященко, доцент Московской духовной академии. «Победить на кинофестивале «Лучезарный ангел», даже пройти в лауреаты – это очень почетно. Это и очень непросто, потому что здесь проходит тройной отбор. Вначале отборщики выбирают по профессиональным качествам, потом профессиональные жюри, духовные жюри, надо сказать. А потом еще действительно нужно попасть в сетку». В течение недели, кроме интересных премьер, зрители фестиваля ждут встречи с актерами и режиссерами, мастер-классы, специальные кинопоказы. «Вот этот фестиваль как раз такой, куда можно прийти вместе с детьми, посмотреть кино, я имею в виду на эти фильмы, которые здесь будут представлены, посмотреть и не бояться, что наткнешься на что-то такое, от чего волосы дыбом стоят». Основные цели фестиваля – приобщение подрастающего поколения россиян к духовному и нравственному наследию Отечества, возрождение детского, юношеского и семейного кинематографа, инициирование и поддержка процесса создания духовного и нравственного кино. «Фестиваль, думается, состоялся, развивается своими такими интересными путями и оказывает влияние и на личности кинематографистов, и на наш кинопрокат, и на наш народ, на наше Отечество, на телевидение и кинорынок, который существует». Попасть на просмотры картин, которые продолжатся до 7 ноября, можно по бесплатным билетам, зарегистрировавшись на сайте фестиваля.